МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Мусорный коллапс, часть 2. Почему в Сарове опять не вывозят мусор? На страже закона в России 12 января отмечают День работника прокуратуры. Зубров в Мордовском заповеднике выпустили на волю. Далее расскажем обо всем подробно. В спортивных залах уже смонтированы потолки. Начали работы в будущей столовой. О строительстве 11-й школы на улице Зорги в соцсетях написал глава города Алексей Сафонов. С очередной проверкой он посетил объект. Активно сейчас идут отделочные работы. Субподрядные организации осуществляют монтаж внутренних систем канализации, водоснабжения и вентиляции. Завершают работы по монтажу сети электроснабжения, пишет глава города. И снова полные баки у дома и забитый мусоропровод. Подобную картину наблюдают многие жители нового района города на этой неделе. Почему региональный оператор снова не выполняет свои обязанности, разбиралась наша съемочная группа. Мусорная реформа во всей красе. Буквально за несколько дней до Нового года Саров чуть было не утонул в отходах. Мусор вывезли буквально за несколько дней до праздника. Однако в 2023 году ситуация вновь повторяется. Вечером 11 января саровские группы в социальных сетях заполнили фотографии с мусорными контейнерами, которые не вывозили несколько дней. Утром 12 января ситуация практически не изменилась. Мусор вообще не вывозится. У нас в аэропорте вообще там страх. Скоро не только эти мыши и крысы все появятся. Очень плохо убирает мусор. Очень плохо. Очень-очень. Очень плохо. А где конкретно плохо? Ну мы считаем, что везде плохо вообще. В дворах и возле многоэтажек. Вот в этом участке на аэродроме, то есть здесь на всех мусорках, возле пожарной части. А это в какой-то промежуток времени стало происходить? Или вообще в принципе всегда? Особенно праздничный Новый год, а так вообще всегда разбрасывают. Приезжают, увозят на машине. Ну вот эта вот ситуация, это нормально? Нет, это не нормально. И как давно это творится? Это очень редкое, кстати, явление. У нас обычно всегда мусор убирают вовремя, а сегодня вот как бы вышел и мусор лежит. А вообще молодцы, убирают нормально. А вообще давно вот этого? Нет. Да я сегодня первый раз вообще такое вижу, чтобы у нас мусор лежал. И бочков не хватило. Ну просто праздники скорее всего. Мусор копили-копили. Сейчас начали резко угросывать. Совсем не вывозят. А где? Вот Герцена 15. Можете посмотреть. Шесть контейнеров. Рядом стоит ящик. Еще стоит мешок с мусором. Вот всю неделю не вывозят. Сегодня четверг. Это безобразие. На Курчатово. Вот я прохожу мимо. Курчатово 32. То же самое. Еще. В общем, весь город завален мусором. Полномочия по вывозу мусора находится в компетенции регионального оператора ООО «МСК-НТ». Проблему вызвала нехватка исправной техники у компании. После многократных писем со стороны администрации Сарова вопрос частично решили. В город поступили дополнительные мусоровозы. Со своей стороны МОП-центр ЖКХ документально фиксирует ненадлежащее исполнение контракта для последующих взысканий с регионального оператора. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Изображения участников Сталинградской битвы разместят на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в Волгограде. Их фотографии и документы уже можно загрузить на официальный сайт общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» с пометкой «Участник Сталинградской битвы». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Переход на новую систему призывного возраста в России, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельные 30 лет, может начаться уже весной. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картопалов. По его мнению, во время переходного периода призывать в армию будут по смешанному типу, то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. А полностью перейти на новую систему призыва страна сможет в период от одного года до трех лет. Мобилизованных жителей Нижегородской области и их семьи освободили от уплаты пеней за ЖКХ и капремонт. Соответствующий указ подписал Глеб Никитин. Льготы распространяются и на владельцев, и на арендаторов жилья в регионе. Чтобы воспользоваться льготой, нужно подать заявление с комплектом документов в соответствующую организацию. Решение должны принять в течение 10 рабочих дней. О прекращении срока действия контракта заявитель должен сообщить в течение месяца. Эпидемия гриппа в Нижегородской области пошла на спад. За первую неделю января вирус гриппа выявлен у 144 нижегородцев. Минимальным было и число обращений в больницы. Однако в скором времени ситуация может измениться. Несмотря на то, что в школах сейчас начались занятия, специалисты призывают нижегородцев не отправлять в школу детей с признаками ОРВИ. Кроме того, непривитым людям стоит ограничить свое посещение общественных мест. В России 12 января отмечают День работника прокуратуры – праздник правоохранительного института, существующего еще со времен Петра I. Больше трех веков работники прокуратуры стоят на страже законности и порядка в нашем обществе. Защищают свободы и права граждан. В будни Саровской прокуратуры погрузилась наша съемочная группа. В строгой форме представляют сторону обвинения. В суде стоят на своем до последнего, четко и аргументированно отстаивают свою позицию. Задают свидетелям острые, порой провокационные вопросы. Такими мы привыкли видеть прокуроров на экранах телевизора. Настоящая работа сотрудников прокуратуры далека от сериальной романтики. Немало своего рабочего времени они тратят на работу с горожанами. Приходят сюда саровчане с самыми разными проблемами. Задержали зарплату, не почистили дороги и тротуары, залили квартиру и многое другое. Это такое расплывчатое, так скажем, многогранное понятие, с какой жалобой. С любой, в принципе, жалобой может обратиться в прокуратуру города. Если даже это будет жалоба, не относящаяся ни к нашей компетенции, мы подскажем, куда обратиться в любом случае. Либо перенаправим ее в тот орган, который полномочен разрешать данное обращение. Работа сотрудника прокуратуры – тяжелый труд, высокие нагрузки и большая ответственность за принятие решений, постоянное взаимодействие с людьми. На работе приходится практически жить, а потому и справляются с ней немногие. Прокурор Сергей Шляпников приехал в наш город недавно, в мае прошлого года. Защищать права людей мечтал с детства, признается мужчина. В то время все дети, большинство мечтали стать милиционерами. Ну, я тоже, естественно, хотел стать милиционером, но по существу, когда поступил в университет, в принципе, университет, практика следственная, тогда, на тот момент, но она, в принципе, и решила мою, больше склонила в сторону того, что я буду, поступлю на службу в органах прокуратуры. Ну, далее армию, после армии поступал. За год в прокуратуру обратились больше тысячи саровчан. Около 800 обращений разрешили. Одна из самых частых претензий связана с уборкой дворовой территории. Надзор за исполнением законов – приоритетное направление работы прокуратуры. По линии общего надзора более 80 человек привлекли к административной ответственности. Получили предостережение о недопустимости нарушения закона около 40 лиц. В России 12 января отмечают День работника прокуратуры – праздник правоохранительного института, существующего еще со времен Петра Первого. Больше трех веков работники прокуратуры стоят на страже законности и порядка в нашем обществе, защищают свободы и права граждан. Канал 16 поздравляет всех с профессиональным праздником. Уважаемые коллеги, желаю вам крепкого здоровья, успехов, чтобы у вас всегда все получалось и всегда достигались те задачи, которые поставлены руководством. Свой праздник в январе также отмечают и российские экологи, и все те, кому небезразлично сохранение природы, День заповедников и национальных парков. О том, как живут одни из самых крупных обитателей мордовского заповедника зубры, узнала наша съемочная группа. В загоне восемь молодых зубров. Из них всего два самца. Около забора стоят уже давнишние жители мордовских лесов. Так животные знакомятся, присматриваются и привыкают друг к другу. После того, как зубров привезли из центрального зубрового питомника Преокско-террасного заповедника, их поместили в загон на месячный карантин, чтобы животные могли адаптироваться к местным условиям и еде. В этот период за ними наблюдали ветеринары и сотрудники заповедника. Теперь зубров выпустили в естественную среду на территории мордовского государственного природного заповедника. Сейчас, пока зимний период и новые животные прибыли, их подкармливают зерном, тыквой, морковкой, в общем, такой вкусной пищей, чтобы у животных не пропала память с этого места, куда они были выпущены. Потому что будут всегда возвращаться наши задачи не только выпустить в природу, а сохранить их. После выпуска в общее стадо за молодыми зубрами наблюдают отдел охраны заповедника. Сейчас на этой территории 34 особи. Мероприятия в рамках национального проекта «Экология» и программы по сохранению зубров в Мордовском заповеднике стартовали с ноября 2019 года. В декабре 2020 года сюда прибыли еще 4 зубрицы из Муромского заказника. За последние несколько месяцев это уже второй выпуск зубров. В природе они ходят небольшими стадами, по 10, по 15 голов, максимум 20. В главе стада самка взрослая. Самцы, обыскните, которые до 3 лет ходят со стадом, потом уже когда становятся более взрослыми, приходят в стадо только тогда, когда приходит, ну, наступает время, когда нужно размножаться. Ордовский заповедник ведет активную научную работу. Специалисты изучают редких животных, наблюдают за флорой и фауной охранной территории. За последний год выявили 11 новых видов растений, около сотни видов насекомых. Зарегистрирован и один новый вид птиц. Также Мордовский заповедник занимается экологическим просвещением. ФГБУ заповедника Мордовия – это не только Мордовский заповедник, а национальный парк Смольный, который достаточно далеко от нас находится. Но мы все равно рассказываем про обе территории и что можно эти территории посещать, потому что у многих складывается впечатление, что особо охраняемые природные территории – это какие-то территории закрытые, где вообще нигде не погулять, не посмотреть. На самом деле вся инфраструктура очень сильно развита. Есть экологические тропы, музеи. На территории Мордовского заповедника большое разнообразие разных видов – рыб, птиц и млекопитающих. В охранных лесах можно встретить орла на белохвоста, удода, рысь, медведя, куницу, косулю, волка и енотовидную собаку. Всего специалисты насчитывают в Мордовском заповеднике 66 видов животных. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 12 по 15 января там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с диагелей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Доник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового меда за 1200 рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового стоят всего 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 12 по 15 января с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА